Дизайн в Skoda Yeti кому-то нравится, кому-то не нравится, но в любом случае равнодушным он не оставляет. Автомобиль, построенный на базе, по сути, Volkswagen Tiguan, своим внешним видом всегда привлекает внимание. Лично мне нравится она и когда-то ее даже себе хотел. Явный плюс автомобиля это недлинная колесная база, высокий клиренс, высокие потолки. В остальном это та же надежность Volkswagen, это Volkswagen-овские движки, но это Skoda не мне вам рассказывать. Так вот, на продажу в автохаус Grand приехала Skoda Yeti 2013 года с двигателем 1.4, естественно турбовый, в интересном состоянии. Видно, что за машиной следили, ухаживали, любили, да и любят до сих пор. Увидеть это можно потому, что автомобиль у нас приехал на удаленную продажу, соответственно, мы ее подаем, но хозяин будет на ней ездить. Если вам будет интересно, вы звоните нам, хозяин приезжает, вам показывает, вы лично общаетесь с хозяином. Это очень удобно. Показываю исконное состояние данной Skoda, на которой прямо сейчас вот так вот и ездят. Визуально вопросов у меня к ней нет, вы сами все это видите, не люблю гореть за кузов, потому что все и так видно. Итак, у нас Yeti в средней комплектации, но с очень интересным кастомайзингом. Коричневый металлик гармонизирует с черными вставками, вот здесь, вот здесь. Здесь у нас реснички есть на зеркалах, повсюду тоже черные проставки, тонировка и, я не знаю, кастомайзинг, ну по-моему это тоже кастомайзинг, вот так вот ручки заделаны. Посмотрите, как любят автомобиль, дабы вот здесь не было никаких проблем при открытии двери, наклеены такие штуки. Если стукнешь, то стукнешь уже не дверью. Давайте посмотрим, что тут есть. Кстати, да, этот тюнинг, здесь вот так тоже затюнинговано. Здесь мы сразу видим скарбы хозяина, сразу бросаются в глаза, посмотрите какие. Вот здесь сумки, наверное, чтобы не катались по багажнику. Тут вот я помогаю детям и кеды. И таких вещей тут много. Салон чистый, аккуратный, ухоженный, зонтик вон лежит. Здесь можно тоже видеть, что ох. А тогда, я понимаю, для планшета, чтобы сзади детям можно было хорошие коврики, до которых я все никак не доберусь. Для шеи, чтобы не затекало. И вот такие вот шкодовские маркировочки. Как я уже сказал, комплектация средняя, поэтому, например, у нас нету задних электростеклоподъемников, там весла. Зато двухзонный климат имеем. Круиз-контроль имеем. Здесь вон одеколон какой-то стоит. Кстати, еще имеем из кастомайзинга вот это зеркало, оно показывает камеру заднего вида и даже переднего. 114 тысяч родного пробега. Это родной пробег. Поэтому автомобиль, ну, и в такой ценовой категории идет. Она ухожена, она аккуратная. В нее приятно садиться. Хочется находиться, ехать, детей приятно посадить сзади. Планшеты им какие-то включить. Таких автомобилей приезжает на самом деле немного. И так имеем чистый, аккуратный Skoda Yeti с небольшим пробегом. В дорестайлинговой будке и с интересными кастомайзингами. Повторюсь, удаленная продажа. Если автомобиль заинтересовал, звоните, позвоните. Но на площадке сегодня она еще у нас постоит. Автохаус Грант, контакты профиля, Новополоцк.